добрый день дорогие друзья добрый день очень извиняюсь за опоздание сегодня у меня что-то очень активно очень активно идет беном и царим беном и царим это между тиснин сейчас такое время которое называется между тиснин ну как бы то что я сегодня опоздал конечно это не между тиснин это моя личная конечно наверное ошибка но очень удобно объяснять это очень удобно объяснять значит что что 12 глава мишлей что сейчас такое время время очень такое тяжелое да но реально тяжелое кто чувствует что тяжелое время пожалуйста подтвердите мои предположения кто реально на себе чувствует что время сегодня тяжелое подтвердите пожалуйста да так все итак у нас сейчас есть трансляция в фейсбуке и в телеграме но нет у нас нет у нас сейчас трансляции в ютюбе сегодня почему честно если я забыл зарядить айпад а сейчас я уже не успеваю подключиться потому что не могу найти зарядку это если честно а если глубже по духовному то беном и царим то сейчас у нас что какое время вы знаете сейчас у нас время между тиснин между 17 тому за и звука нет все понял добрый день дорогие друзья я только что объяснял что время сейчас между тиснин и очень тяжелое время прям реально я вот сейчас объяснял объяснял микрофон был выключен хорошо но мы давайте тогда что делать в это время у нас есть беспроигрышное средство волшебный билет джокер который лучшее что можно сделать любой ситуации это учить тору когда ты учишь тору ты узнаешь как работает мир ты соединяешься со всевышним зарабатываешь себе духовную криптовалюту и значит и все отлично мы сейчас дошли уже до такого отрывка до сегодня у нас среда 4 день недели заканчиваем глава тот глава мотот заканчивается и начинается глава масса и масса это поездки на четвертый день недели вот он и сказал ему же вы помните да что пришли пришли к маши рабы но маша рабы но пришли колено гада колено и вы на и сказали что вот эта земля которую уже захватили к тому момент еще не зашли в землю израиля было два царя которые вышли воевать против израиля это ок и сихон и их победили они говорят давайте мы здесь останемся отдайте нам эту землю хорошо маша рабы но говорит если вы пойдете впереди всех и будете воевать туда они сказали да пообещали все маша рабы но говорит хорошо все на вас это как обед значит вы идете впереди всех как только захватим всю землю израиля вы возвращаетесь они говорят отлично отлично все договорились и дальше идут перечисления тех городов которые они построили для своих детей и для своего скота и почему-то тут появилась значит и дал муж и делят лиматир бен минаше ваешеба и маше рабы но дал еще какую-то область которая называют называлась делят делят вы помните это это было место в котором я аков когда он возвращался возвращался он от лавана и лаван гнался за ним помните гнался хотел его убить и в этом месте лаван его догнал но ему лавану ночью всевышний лавану пришел и сказал ему лаван якову не делай ни хорошего и ни плохого вообще от него отойди чтобы близко не приближайся и лаван договорился с яковом что он не будет с ним никогда враждовать и на этом месте поставили поставили знак союза который назывался диль ад дословно это галь это волна это как холм от это от слова от это свидетель холм свидетельство и вот это вот земля которая называется делят она я так понимаю находится вот если мы возьмем израиль вот море до помните же все вот моря вот вдоль моря идет израиль такая полосочка снизу египет элат сверху ливан вот тут вот идет вот такая вот полосочка вот такая полосочка идет озеро кинерет кругленькая и внизу вот там мертвое море и все что за озером кинерет кинерет и за мертвым морем вот с той стороны заходили сыны израиля и значит делят это верхняя часть за рекой и орды а вот там где мертвое море и ордане это нижняя часть получается что получили я и орданию до получили там где сейчас и ордания получили колено гадой и колено колено рувена а сверху кусочек получила колено минаше половина колено минаше значит хорошо и начинается глава которая массаей массаей это переходы мы все знаем это знает весь мир то есть тут даже вот спроси любого ну практически любого может быть я не больше половины точно что народ израиля был 40 лет в пустыне и привыкли привыкли говорить что 40 лет они ходили по пустыне но они же 40 лет не ходили вот здесь есть конкретно 42 стоянки 42 у них было остановки из этих 42 остановок 14 было за первый год 14 когда они вышли из египта пока они получили тору вот эти маленькие были переходите представьте то есть они вышли они были рабами они вышли из изгнания в котором жили несколько сот лет они значит первый выход это понятно это как побег первый год 14 переходов понятно потом они были 38 лет в пустыне и за 38 лет у них было 20 стоянок вот тут перечислены все стоянки где они находились на какой-то стоянки они стояли несколько дней на какой-то стоянки они стояли несколько лет на какой-то стоянки они стояли больше десяти лет всего 42 перехода было всего было 42 перехода от выхода из египта до захода в землю израиля из них 14 в первый год 8 в последний год перед уже заходом землю Израиля, и получается 20 за 38 лет. И здесь у нас перечислены все эти переходы, мы не будем сейчас все эти переходы перечислять, нам эти все географические названия ни о чем не скажут, ничего они нам не добавят, не убавят. Кроме того, зачем это нам дано, зачем это нам дано? Вот я думал, зачем, нам нужно это учить. В конце написана, правда, очень интересная информация для нас, прям очень важная, что здесь написано место смерти, место ухода из этого мира, и число, когда Аарон, брат Моше, написано в 123 года, Аарон, брат Моше ушел из этого мира на месте, которое называется Араар, гора на горе, это место на сегодня есть, это Модила, я вот даже сегодня учил, подумал, надо туда съездить, это на территории Иордании, но есть у меня один знакомый экскурсовод, который туда водит, они, ну там у него есть какие-то договоренности с бедуинами, с местными, с властями, и можно прийти прямо посмотреть на эту гору на горе, где ушел из этого мира и похоронен Аарон, есть это место, Аарон, брат Моше Робейно, и было это, знаете, когда 1 ава, 1 числа 5 месяца, значит, сейчас у нас какой месяц? Четвертый, сейчас месяц, который называется Томуз, значит, месяц Томуз сегодня, да, число вам точно скажу, чтобы не ошибиться, и сегодня у нас 23-я Томуза, и мы можем с вами отметить Йорцайт Аарона, Росходыш, это будет 1 ава, знаете, когда это будет? Среда 19 августа, вот в среду 19 августа, это день ухода из этого мира Аарона, брата Моше, и что мы отсюда видим? Мы отсюда видим, что истинность Торы, мы видим, что каждая деталька, каждая стоянка, как, как, каждая вот буква в Торе, это именно истина в чистом, в кристальном виде. И что интересно, зачем нам, ну мы, опять же, есть, как бы, многие любят проверять и искать доказательства божественного происхождения Торы. Есть, например, профессор Ильяо Рипс, который, он математик, профессор математики, и он, когда всю эту, всю Тору он математически высчитывает, 19 июля, да, 19 июля, это будет 1 ава, это день смерти Аарона, который указан в Торе. Профессор Ильяо Рипс, он, он математик, и он коды в Торе, есть целое у него исследование, там, диссертации коды в Торе, он математически расшифровывает Тору, потому что если это структура, матрица мироздания, так оно должно быть там коды. И он прямо эти коды находит, есть много книг, его научных работ и так далее, так и называется, коды в Торе. Теперь есть, есть, например, очень, он жил тысячи лет назад, Баля Турим он называется, комментарий, он тысячи лет назад без компьютеров, он знал все слова в Торе, все буквы в Торе, все, ну вот, и он говорит, например, слово такое-то, встречается в Торе, там, 8 раз, здесь, здесь, и здесь, и здесь. И по тому, как оно встречается в Торе, там он такие закономерности находит, что это просто, ну, невероятно. Но я, честно говоря, я сразу понял, когда начал учиться, что Тора это не, невозможно, чтобы человек вот создал такую систему, где все соединяется со всем, которая состоит из 5 тысяч, там, 780, 5 тысяч, 788 отрывков в Торе, из них 43 в писаниях, точно повторяющих отрывок из 5 книжек. То есть я в какой-то момент, в самом начале понял, что Тора с неба, мне не нужны эти доказательства, я и так знаю. И я искал все время в Торе, что мы из этого учим для себя. Я очень практик, я, ну, я понимаю, что эмоциональное состояние человека зависит от того, что с ним происходит сейчас. Не от того, что когда-то происходило с кем-то, а от того, что сейчас. И очень важно из Торы выучить, как правильно действовать в этом мире. Так, получается очень интересная вещь. Вот есть 42 перехода, которые сделал еврестий народ от выхода из Едипта до захода в Израиль. Я когда-то, ну, жена даже больше не я, жена, она как-то посчитала, сколько раз мы переезжали за жизнь. Мы вот с тех пор, как мы поженились, переезжали больше 20 раз с ней. То есть больше 20 раз. И я как-то понимал, что жизнь человека, ты не можешь сказать, что с тобой будет завтра. То есть ты не можешь, ты не знаешь, что с тобой будет завтра. Человек не хозяин мира, не хозяин даже своей жизни. То есть, и чем быстрее ты это понимаешь, тем сильнее ты соприкасаешься со Всевышним, который есть настоящий хозяин всего, что происходит. И тогда ты как бы понимаешь, что в твоих руках только взаимоотношения со Всевышним. А реальность, тот результат, который ты получишь, он зависит от множества, множества факторов, которые вообще не под твоим контролем. И сейчас, например, в этом убедились миллионы людей, которые абсолютно, миллионы людей, например, там Украина, почти 40 миллионов человек, Россия, 120 миллионов человек, плюс-минус, да? Люди оказались, что все их планы, которые они строили для себя, разрушены. Потому что человек предполагает, а Бог располагает. И есть люди, которые называются реактивны. Они все время реагируют на окружающий мир, поэтому их жизнь, она полностью зависима от внешней реальности. Есть люди проактивные, которые пытаются управлять своей жизнью изнутри, ставят цели, планируют, там, инициируют и так далее. Но тоже они зависят от внешней реальности, потому что ты можешь двигаться в каком-то направлении, а там линия фронта, все. Или ты можешь какую-то профессию приобретать, а на это профессия исчезла. Значит, из вот этих вот 42 переходов, которые были сделаны по слову Всевышнего, то есть они, как они переходили, все было по приказу Всевышнего. Столб поднялся, столб сдвинулся, они пошли, огненный был столб, был огненный столб ночью, столб такого, как дыма, такого мугла, да, днем. И этот столб двинулся, пошли, не двинулся, не пошли. Мы сейчас с вами тоже под воздействием этого столба. Тут ураган, тут цунами, тут война, тут эпидемия, тут, значит, революция, тут, значит, аэропорт закрыли, да. То есть, когда ты понимаешь, что это неизбежно, то есть ты понимаешь, что ты не можешь, вот ты принимаешь, что мир вокруг не твой, он Всевышнего, и он пластичный, и ты можешь только вот заниматься своим внутренним миром, в котором ты хоть бы с ним справиться. То есть, ну это уже, это твой же хотя бы, у тебя внутри тебя, твои намерения, твои оценки, твои мысли, твои эмоции, твои эти. И когда ты, то есть, это осознаешь, тогда у тебя есть возможность и здесь быть счастливым, в своем внутреннем мире, и действуя во внешнем мире, а как действуя тогда? Надо принимать решение. Вот решение-то надо принимать, как? И вот здесь у меня сын сейчас у него, 17 лет ему, да, подростковый возраст. И он вот сейчас, он говорит, я вообще не понимаю, что со мной, то есть перекресток семи дорог, да, у него только не семь дорог, а 27. 17 лет это, это возрастной кризис, и человек не знает, что, как, где, куда, сейчас все находятся в этом кризисе. Я вам говорю, пойдем к Равину, пойдем есть Равин, вот такой вот человек цадик, праведник, всю жизнь учит Тору, и посоветуемся. Он говорит, так а откуда Равин-то знает? Так я говорю, так если мы не знаем, так Равин-то, он же, у него есть система Тора, которая от Всевышнего. Мы не обязаны делать то, что он посоветует, но умножающий совет умножает понимание. Это нам сказала Тора. Давай, мы же не знаем, что он посоветует. Мы смотрим все на мир сквозь свою модель, да, то есть мы не на мир смотрим, мы все время находимся в своей модели мира. Говорю, давай посмотрим, что Тора на этот счет скажет. Вот собираемся пойти посоветоваться с Равином, значит, что делать? А обычные люди что делают? Я сейчас вспомнил анекдот, как одна женщина пишет на женский форум, сообщение пишет. Здравствуйте, уважаемые читательницы женского форума. Вот я всю ночь сегодня проплакала, подскажите почему. Значит, но это читательницы женского форума, это не Равин, у них нет никакого объективного знания. Хорошо, давайте в главе 12. То есть подведем итог. 42 стоянки учат нас, что жизнь человека состоит из 42 изменений, плюс-минус, которые от него не зависят. И эти изменения были, есть и будут. И надо к этому просто понять, что Всевышний ведет нас по жизни через какие-то события, через какие-то потрясения, кульминации и так далее. Но, значит, избежать этого мы не можем. Это будет, это фактическая реальность. Поэтому мы должны настроиться на принятие этого и на принятие с благодарностью и с пониманием, что Всевышний все, что он делает, все для добра. Теперь, а что же нам делать? 12 глава, 12 глава, значит, книги Мишли, притчи. Кстати, очень советую ее заказать себе. Мы сейчас конкретно налаживаем. И помогите нам, пожалуйста, наладить. Мы хотим, чтобы у каждого человека в любом месте мира была возможность эту книгу заказать, учить, присоединиться к нашим урокам. То есть, эта книга лучшее, что может быть, как инструкция по жизни в этом мире. Если вы можете как-то помочь в распространении Божественного знания, то Всевышний вас благословит 100%. И каждый раз, когда вы кому-то помогаете установить контакт со Всевышним, то ваш контакт со Всевышним увеличивается. И сказал нам царь Соломон, мудревший из людей, он так сказал. Второй отрывок. Второй отрывок я как раз хотел взять в этой главе, в 12 главе 28 отрывков. 28 отрывков. И второй отрывок он такой. ТОВ ЯФИК РАЦОН МИАШЕМ ВЫ ИШМИЗИМОТ ЯРШЕМ. Значит, здесь у человека, давайте дословно переведу, хорошо вытаскивать желания от Бога. А человек, ИШМИЗИМОТ, комбинатор, да, человек ИШМИЗИМОТ, это по-простому комбинатор, он согрешит, он сделает зло. Значит, вот сидит человек, значит, давайте рассмотрим конкретную ситуацию. Сидит человек, значит, 17 лет или там 47 лет или 37 лет, ему надо решать, что делать. Значит, у него есть вариант какой? Он комбинатор. Что делает комбинатор? Он пытается понять, что думают другие люди. Он ставит себе какую-то цель, которую он хочет получить через там короткий период времени, месяц, два, три, год там и так далее. И он пытается выстроить какую-то комбину, комбинацию, в которой он, манипулируя другими людьми, он сможет получить то, что он хочет. Так мыслят комбинаторы. И есть, которые, они думают, что они умные комбинаторы, там они есть мафия, есть какие-то политики, которые считают, что они прям всех вот так вот раскрутили, перекрутили и прямо вот они, как Пригожин был, такой яркий комбинатор, который комбинировал, там считал, что он прям комбинатор-комбинатор. И он докомбинировал. То есть, он имел какое-то влияние, власть, деньги там и так далее. Причем очень большие относительно всего русскоязычного какого-то мира, да. Но что? Говорит царь Соломон, что комбинатор сделает зло. А дальше мы узнаем, что будет, если ты делаешь зло. То есть, если... Что такое зло? Бог сказал, это зло, а это добро. Если ты делаешь зло в глазах Всевышнего, то это зло. Это не то, что ты думаешь, вот я сейчас там пойду поубиваю пять человек, это будет добро. Ну, все, в добрый путь, знаете. Человек идет, этот, наемный убийца идет, значит, ну, все, в добрый путь, значит. Посижу на дорожку, чтобы ничего плохого по пути не случилось. Это не... Это наоборот, если бы по пути что-то плохое с ним случилось, он бы не убил. Это было бы для него добро. То есть, получается, то, что бы с ним случилось по пути, чтобы он не доехал до убийства, там его сбила машина, он в больницу попал, ноги ему переломало. Это добро для него, потому что, если он убьет, потом убьют его. Понятно, да? То есть, большинство людей запутаны в своих оценках, что такое добро, что такое зло. Там муж с женой, жена полюбила другого. Она говорит, любовь это главное в жизни, полюбила она другого. Значит, а что ж с мужем делать? Давай убьем? Давай. Ну, в добрый путь, значит. Есть такие, много же таких историй? Значит, люди путаются между добром и злом. Теперь царь Соломонам четко говорит, комбинатор обязательно сделает зло. А что такое правильно? А правильно, тоф, яфик, рацион, маошем. Добро, это вытащить волю Всевышнего. Ты спрашиваешь, секундочку, а что Всевышний от меня хочет? Что Бог вообще хочет? Бог хочет, чтобы я учил Тору, молился, делал добро людям, работал, зарабатывал, был женат, любил жену, любил детей, ни с тем не ссорился, не гневался. Все отлично. Значит, я знаю, что вот это добро, вот 10 заповедей, все понятно. Теперь, если мне нужно принимать решение, значит, я первым делом, я хочу выполнить волю Всевышнего. А тогда мы знаем, что Беколь Драхеха Деу, на всех своих путях познавая его волю, В У Я Ашер Архетеха, и он выпрямит твои дорожки. Все. Значит, я иду, работать буду, отделять десятину, значит, буду приносить пользу людям. Все. Почему? Это воля Всевышнего. Всевышний поможет. Все. Иду, жениться. Зачем? Плодитесь и размножайтесь. Человек должен быть женат. Плохо человеку быть одному. Значит, все написано в шелхонорухе конкретно. В 20 лет должен жениться. После 20 лет не женился, грешит. Дальше. А если я уже был женат? Написано, должен быть женат. Не может быть не женат. Все. И так далее, и так далее. То есть, если ты вытаскиваешь волю Всевышнего, и это ставишь своими целями, своими планами, и так далее, все будет хорошо. Это вот второй отрывок 12 главы. Теперь, вся 12 глава, она вот на вот этом вот как раз говорит нам о вот этом, да? Там 23 отрывок мне сейчас попался, прям в глаза бросился. Я не хотел про него говорить, но он прям бросился в глаза. Значит, человек хитрый скрывает знания. Интересно. Значит, человек, который знает, ему зачем ему с кем-то спорить? Он знает, что все от Всевышнего. Он знает, как правильно действовать. Он знает, что у него сегодня работа, учеба, помощь людям, заповеди Тора. Ему зачем с кем-то спорить? Ему вообще с кем-то спорить не надо. Теперь человек грешник, который, он сам в сомнениях, он все время его колбасит, разрывает. Он все время пытается кому-то что-то доказывать, с кем-то спорит. У него какие-то все время там идеи, мнения. То есть, его просто колбасит и плющит. Это вот 23 отрывок, да? Человек знаний, он скрывает свое знание, ему не нужно никому рассказывать. Тут, правда, не написано, человек знаний, Адам Арум, хитрый, скрывает свое знание. То есть, зачем ему хвастаться, зачем ему привлекать личное внимание? Очень классный отрывок, когда-то мне он очень сильно в жизни помог, 27 отрывок. Значит, он на первый взгляд вообще непонятен. Значит, не будет жарить обманщик свою дичь, да, свою добычу. Значит, представляете, не будет обманщик жарить свою добычу. Имущество человека прилежного, значит, оно ликвидно, оно как бы уважаемо. Что это значит? Если человек наворовал, ему всю жизнь приходится это скрывать. Он это скрывает, он это прячет, у него это находят, потом у него арестовывают счета, потом то. Нет источника происхождения денег. Теперь человек, который, как царь Соломон молился и говорит, что не хочу быть ни богатым, ни бедным, хочу, и Трифень, он Бога просил, дай мне лэхэм хути, законный хлеб. Человек, который законно зарабатывал, платил налоги, все в белую, то у него все ликвидно. В Израиле очень интересно налоговая работает. Они работают так. Значит, каждый год у человека, у него есть как бы, ну, все его имущество, оно учитывается. Недвижимая, движимая там, машина, все, оно учитывается. Дальше, если у человека там раз в 5-10 лет налоговая сверяет. У тебя 10 лет назад было там 1000 долларов или 100 долларов, да? А сейчас у тебя миллион. Давайте посмотрим, сколько ты заплатил за это имущество на миллион. Сколько ты за это время заплатил налогов, облачный, не сходится. Все, значит, ну, не заплатил налоги, уголовное преследование и так далее. Теперь, то, что я хотел сказать, такой глобальный отрывок, который очень-очень, ну, вот, он многообъясняющий. Значит, 12-я глава. Так. Сейчас, секундочку, где же этот? Еще отрывок я этот разместил. Но смысл в нем такой, что Мипри... Сейчас, сейчас, сейчас. Сейчас. Ладно, давайте я 11-й отрывок объясню, потому что я сегодня даже... А вот, это 14-й отрывок. Мипри пьешь из Батова, гмуле де адам, яшевле. Хорошо, давайте 11-й отрывок. Овет адмато из Балехом. Тот, кто обрабатывает землю его, насытится хлебом. Умирадев, райтим, хасар леп. Тот, кто гонится за пустотой, у него, ну, у него, хасар леп, у него неустойчива будет психика. Есть много людей, у меня есть несколько знакомых, которые все вот эти вот годы, они пытались сильно разбогатеть. И они пытались разбогатеть, они все время, у них были прожекты, 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 и ничего нет у них. Вот прям ничего нет. И почему? Я помню, один из них, я ему, вот, на протяжении этих лет, я ему говорил, начни с малого, возьми, вот, сделай простую вещь. Вот я тебе говорю, не гони за какими-то журавлями в небе. У тебя есть там, ты что-то, он умеет что-то делать руками. Говорю, начни делать с этого. Если тебя попрет, Всевышний из этого синица, он ее сделает журавлем. Ты на ней заработаешь. Нет, все только или принцессу, или никого не надо, или гулять так гулять, стрелять так стрелять, любить так любить, а утки уже летят высоко. В общем, он до сих пор гоняется за этими утками и никак не может ни одну эту утку поймать. Царь Саламон говорит, обрабатывающий землю насытится хлебом. То есть, возьми какую-то работу, и особенно здесь, нужно здесь, мне кажется, понимать еще по-прямому. Потому что работа с землей, работа с... то, что наши прадцы были пастухами, это незаслуженно забытые профессии, которые, если ими заниматься, земледелие, овцеводство, животноводство, они человеку дают связь с природой. И связь с природой, она невероятно много, ну как бы, она дает много для души. И вот то, что я хотел сегодня, действительно, я хотел показать, это отрывок четырнадцатый. Четырнадцатый отрывок. МИПРИ ПИИШ ИЗБАТОВ. От плодов рта человека насытится добром. УГМУЛЬЯДЕЙ АДАМ. И воздаяние за действия человека ЯШИВЛО. Вернется ему. Ну, Бог ему вернет. Вот. Это карма. Здесь закон кармы. Но здесь есть один нюанс, на который многие не обращают внимания. МИПРИ ПИИШ ИЗБАТОВ. То есть, когда человек говорит хорошие слова, то он насытится добром. То есть, доброе слово, какое-то там хорошее отношение, комплименты людям. Есть такие люди, которые никогда ни про кого не говорят плохо. И очень интересно, там у меня есть, например, очень много дальних родственников. Но вот я, нескольких из них я очень люблю, и я прямо с ними хочу поддерживать контакт. Почему? Они очень, они никогда от них не слышал ни одного плохого слова, ни про кого. Только хорошее, только веселое, только радостное. И мне очень хочется, то есть, такие люди, они как магниты притягивают. Значит, человек, который начинает контролировать свою речь внутри себя, в первую очередь, надо быть добрым к себе. Потому что многие люди, даже точно можно сказать, люди, которые злые к другим, они еще более злые к себе. И они мучаются, вот это конкретно, те люди, которые говорят плохие слова про других людей, они же внутри, они то же самое про себя говорят. Просто это для них как бы норма. Теперь, есть разница в этом отрывке, что от Моасим Адам, от действий рук, человек будет получать возврат. То есть, действие, оно имеет большую силу, чем слово. И очень важно и в заповедях, и в изучении Торы обращать внимание на действия. То есть, есть теория, есть слова, это как бы основа. Но плоды настоящие, вот то, что, то, что к человеку приходит, это плоды рук. Поэтому нужно делать заповеди, и нужно делать руками добро другим людям. Все, дорогие друзья, сегодня мы закончили. Напишите, пожалуйста, свои выводы. Значит, свои выводы, что для вас открылось сегодня, какие у вас были инсайты. Поделитесь своими инсайтами с окружающими. Сделайте, если у вас был какой-то инсайт, что надо, например, говорить добрые слова или что-то, то сделайте это. Прямо маленькое действие, чтобы запомнить, 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 повторить. Человек состоит из привычек, привычек, навыков. И очень важно каждый день создавать себя по новой, закладывая в себя какую-то новую привычку. По последним исследованиям, привычки, навыки, они сформируются не за 21 день, и даже не за 30. 66 дней в среднем, это уже доказано, самое большое исследование. Поэтому для того, чтобы создать какую-то привычку или навык, где вы поймете, что уже создано, когда вам сделать легче, чем не сделать. Или когда не сделать, сложнее, чем сделать. То есть, когда у вас это выходит уже на автомат, и вам уже это легко делать, все, навык есть. Есть навык, привычка. Поэтому создаем хорошие, добрые привычки, закладываем в себя. Мудрецы сказали, что то, что вам понравился какой-то отрывок, 101 раз его надо повторить. 101 раз. Тогда он точно уже сядет к вам в мышление, и вы его никогда не забудете. Все. До завтра. С Божьей помощью. Счастливо. Удачи успехов. Чтобы Всевышний в заслугу хорошего урока Тора услышал ваши молитвы.